В прошлом видео я рассказал, что Россия выглядит как островок спокойствия, и мне написали многие люди, типа, не верю, что мертвые не потеют там, но одно дело не верить, а другое дело попытаться на этом заработать и поставить на это реальные деньги. Посмотрите, в данный момент я рискую, я вот только что прикинул, примерно суммой в миллион семьсот тысяч рублей. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я тоже не верю, не верю в то, что Россия самая стабильная страна, и я не верю в то, что российский рынок вырастет. Но что я сделал? Посмотрите, вот у меня была стратегия. Если индекс РТС не выйдет вот из этого диапазона, сейчас я нарисую какой этот диапазон, подскажу. Здесь снизу 110 тысяч, сверху 115 тысяч. Если он не вырастет выше, чем 115 тысяч и не уйдет ниже, чем 110 тысяч, у меня ожидалась прибыль в районе 17 тысяч рублей, то есть в районе, там что-то 10 процентов должно было мне прибавиться. Но я уже сказал, что я не верю, во-первых. Во-вторых, нефть не растет, индекс S&P не растет. Вот, с какого фига должен расти рубль, ну то есть доллар падать, и с какого фига при этом должен расти индекс РТС? Какие факторы на то, чтобы индекс РТС начал расти? Ну, давайте подумаем. Нефть может вырасти? Может вырасти нефть? Ну, теоретически, да, может. Насколько она может вырасти? Ну, нефть на самом деле может вырасти достаточно сильно в случае военных действий, каких-то прилета дронов и так далее. Вот это вот единственный фактор, который непредсказуем. Вот. Второй, значит, вариант, что, ну, против России снимут какие-то санкции и так далее, и так далее. Но здесь это уже вообще из области фантастики, правильно? Вот, третий вариант, когда это может произойти, индекс РТС вырасти, это если вдруг Центробанк возьмет и продаст или раздаст людям кучу долларов. Тогда рубль укрепляется, потому что Центробанк начинает, как бы, ну, скупать рубли. Рубль укрепляется и индекс РТС растет. Ну, тоже я считаю, что это маловероятно. Поэтому, в общем-то, я считаю, что факторов, которые говорят о том, что индекс РТС, индекс валютный, индекс российских акций должен вырасти, факторов, которые говорят за это, очень-очень мало. Зато, посмотрите, ну, он упал, на самом деле, последнее время. Но это вот здесь вы видите график с... Это октябрь, это сентябрь, сентябрь, октябрь. Что в мире происходит? Коронавирус. Коронавирус растет бешеными темпами. Самолеты летать, ну, как бы стали, но, в общем-то, очень слабо летают. Восстановление производства идет крайне медленно во всем мире. И фирмы, в общем-то, несут убытки. Поэтому я не вижу признаков того, что в мире начинает все резко улучшаться. Ну, если не принимать его внимание только Китай. Разве что в Китае там все-таки идет улучшение. Поэтому я свою опционную стратегию настроил следующим образом. Вот она сейчас вот такая стратегия опционная моя. И смотрим вот сюда. Дельта минус 15.85. Что это значит? Это значит, что у меня, как бы, сейчас в шорте, эта цифра гуляет. В шорте сейчас 15,79 индексов РТС. В шорте. И индекс РТС сейчас стоит, ну, примерно 114 тысяч. Давайте попробуем умножить. Смотрите, 114 тысяч умножаем на 15,7 равно 1 миллион 789 тысяч 800. Чего? Пунктов. Теперь давайте посмотрим, а чему равна цена одного пункта? РТС-РТС. РТС-РТС. Вот он, индекс РТС. 12.20 у нас в данный момент. Информация об инструменте. Опа. Стоимость шага цены 15. Ну, 15.41, грубо говоря, а шаг цены 10. То есть умножаем это дело еще на 1.54. Равно 2 миллиона 756 тысяч. Это вот как бы сумма, которая вложена в шорт по индексу РТС. И если индекс РТС растет, то я теряю в деньгах с суммы в 2 миллиона 756 тысяч. Если индекс падает, то, соответственно, я зарабатываю деньги с этой суммы. Ну, то есть, что значит? Если он упадет, скажем, на 1%, то вот сумма 2 миллиона 756 тысяч, грубо говоря. Ну, 2,5 так будем считать, потому что дельта плавает. Вот с этой суммы получится прибыль. Давайте посмотрим на дельту. Вот дельта меняется. Сейчас она минус 15 с лишним, понимаете? Она может быть больше, а может быть меньше, потому что это опционная стратегия. Вот. И по мере того, как индекс будет снижаться, дельта будет увеличиваться. Поэтому я говорю, что в данный момент дельта такая. Так, посмотрим на тету сейчас. Тета не очень уже сдвинулась. Вот. Значит, смотрите, теперь давайте оценим, насколько он может упасть. Ну, на самом деле, индекс РТС может упасть. Я считаю, что, ну, дай бог, если он упадет до 112 700. Вот настолько. Давайте быть реалистами. Да, завтра экспирация, то есть завтра петух прокукарекает, на самом деле, в 19 часов. И все, что, значит, я либо заработаю, либо потеряю деньги. Вот, наблюдайте. Будем смотреть. Если индекс РТС от текущих значений упадет завтра на, вот, до 112 500, то есть не сильно. Давайте уже, так сказать, там, как бы рассчитывать, что он не сильно упадет. Давайте посмотрим. Это будет 1,46%. Вот, поэтому, если мы умножим на 1638 и умножим на 1,5, то есть вот давайте прикинем, сколько... Ну, на самом деле, это все очень грубо. Вот, а на самом деле, вот здесь вот видно, отображать прибыль в валюте. Если он упадет до, смотрим, 112, вот мы договорились, 500, вот она циферка, вот завтра, то, если он сегодня упадет, то я получу 30 927 рублей. А если он завтра к 19 здесь окажется, то я получу 43 430 рублей. Поэтому, когда люди говорят, что я не верю в то, что, значит, индекс РТС там вырастет, я думаю, что там все будет плохо и что доллар вырастет. Ну, доллар, вы видите, падает, падает, и вот он упирается вот в этот вот барьер, в барьер 76, 75. Если доллар завтра вырастет хоть немножечко, то индекс РТС упадет. Вот, что это значит. И давайте посмотрим еще вот сюда, вот на эти графики, они очень интересные. Вот он, индекс РТС, вот он сегодня рос с утра. Вопреки всему, я смотрю на нефть. А что происходит с нефтью? Нефть падает. То есть, вот посмотрите, вот оно вот, сегодняшнее число, вот оно началось с того, что нефть начала падать, и она падает. Как вы думаете, если нефть падает, индекс РТС будет падать? Будет ли падать российская экономика? Ну, наверное, будет. Теперь давайте посмотрим на американский индекс. Американский индекс сегодня вот в таком состоянии. Он упал, отжался, упал, отжался, упал снова. Значит, вот в таком он состоянии. Там сейчас идут переговоры, выделим, не выделим. От американского индекса, конечно же, очень сильно все зависит. Но последнее время индекс РТС показывает завидную стабильность. Как я уже сказал в предыдущем видео, индекс S&P 500 вот так колбасит, а РТС лежит как удав, как выразился я. Теперь давайте посмотрим на рубль. А рубль крепчает. Посмотрите, доллар к рублю падает. Доллар к рублю сегодня начал с падения. Потом он подрос и потом снова упал. И когда, ну то есть, единственный фактор, который позволяет индексу РТС расти, это укрепление рубля. Но рубль укрепился уже дальше некуда. Я когда показал вот это вот своей жене, она подошла, я говорю, ну посмотри, ну разве он может вырасти индекс РТС? Она, я говорю, почему, почему нефть падает, а рубль крепчают? Ну, моя жена бухгалтер, она говорит, а сейчас отчетности. До 25 числа все должны сдать НДС. Уплатить, не сдать, а уплатить НДС. И поэтому, ну, экспортеры вынуждены продавать доллары, что ведет к снижению доллара. Мой вам совет, если вы планируете покупать доллары, то покупайте их вот прямо сейчас, потому что у вас осталось совсем немного времени. С понедельника доллар, по идее, должен начать расти к рублю. Но у меня времени намного меньше. Посмотрим, что будет завтра. Я по-прежнему стою здесь. И давайте посмотрим, вот попробуйте, попытайтесь меня понять, мои чувства. Посмотрите, что у нас было сегодня. Вот оно, посмотрите, 117 тысяч, ой, вернее, 115 тысяч, вот он, индекс РТС. И сегодня индекс РТС, вот он вот, с утра, вот, так, давайте я немножечко растяну график, вот так вот. Вот, посмотрите, что было с утра, вот представьте себе мои ощущения. Вот оно вот, утро, и индекс РТС начинает расти. Индекс РТС начинает расти, я начинаю терять деньги. Так вот, со свистом, понимаете? И когда он дорастает до 115, то здесь я начинаю терять деньги просто с ускорением. Просто вот вообще с бешеной скоростью. И я смотрю, он подходит к 115. Вот представьте себе, вот, да, вот у меня на счете там было 149 тысяч, и текущее состояние минус 17, если он дальше продолжит расти, там минус 20, минус 30, минус 40 и так далее. Давайте я вам покажу, вот примерно до какой, как бы, ну, степени риска. Ну, вот максимальный риск у меня 140 тысяч. Ну, понятно, что это если индекс РТС вдруг вырастет до 117 тысяч 500 рублей. Это если он стрельнет вверх, если он стрельнет вверх, если он стрельнет вверх, вот сюда. Вот. Ну, стрелял он когда-нибудь настолько, но, в общем, на 3000. И, ну, для этого должно быть что-то из ряда вон выходящее. То есть, это вот внезапная встреча Трампа с Путиными. Они подписывают все, что могут Путин, так сказать, вернее, Трампу полную капитуляцию. Понимаете? Ну, не произойдет этого. Ну, ну, вряд ли это произойдет. Вот, вот она вот, 117 500. Ну, что еще может быть? Ну, внезапная атака дронов. Да, может быть. И тогда я буду терять, естественно, я буду закрывать с убытком. Вот. Ну, думаю, что этого не произойдет. Поэтому будем смотреть. А если этого не произойдет, давайте посмотрим. Вот у меня сейчас вот такая вот хитрая конструкция. На самом деле, вот эта конструкция, вот этот вот наклон, он обеспечен. То есть, смотрите, чем ниже упадет индекс РТС, тем больше у меня денег. По максимуму я заработаю 81 тысячу. Как вы думаете, я заработаю или нет? Если индекс... Это произойдет, если индекс РТС упадет до 110 тысяч. Вот. Честно говоря, я оцениваю вероятность того, что он упадет сюда, ну, как небольшую. Это будет сильная удача. На самом деле, я думаю, что он упадет вот куда-то вот сюда. То есть, 112 700, дай бог, вот сюда вот. И я буду счастлив, я буду фиксировать прибыль в этой ситуации. Теперь давайте посмотрим, чем обусловлено все это. Это обусловлено все, вот этот вот наклон, вот этими купленными путами. 9 штук куплено путов у меня со страйком 115. То есть, чем ниже уйдет отсюда сюда, тем больше принесут мне денег эти путы. Давайте мы отключим вот эти путы и посмотрим. Без них у меня плюс 28 тысяч. То есть, если индекс РТС останется вот в этом диапазоне, то я заработаю здесь вот 28 тысяч. К тому, что есть, ну, то есть, 28 минус 8, 20 тысяч, 176 у меня примерно будет. Это тета-распад. По тета-распаду я стою вот тут, вот здесь будет максимум. Это будет тета-распад. Я просто сижу и жду, что у меня индекс РТС окажется вот в этом диапазоне. А если он начнет падать, то мне начнут прибыль приносить как раз вот эти вот 9 путов. Вот так. То есть, смотрите, если вы говорите, что вероятность того, что вырастет или упадет, ну, это слова-слова. А вы попробуйте поставить на это деньги, реальные деньги. И вы либо заработаете, либо потеряете. Ну, я уже сказал, я почти уверен, что я заработаю. Поэтому у меня вот такая позиция. Позиция крайне рискованная. Я вам не рекомендую пытаться повторить это, потому что, ну, здесь можно еще более рискованную построить, конечно. Но не рискуйте. Почему я рискую? Потому что я участвую в конкурсе «Лучший частный инвестор». Вот они мои данные. То есть, я за месяц заработал на текущий момент 37,45%. И вот у меня были убытки. Я с этого начал. Потом я вырос. На максимуме у меня было 73%. Потом я упал. Потом снова вырос. Упал. Ну, я надеюсь, что завтра я вырасту. Примерно вот сюда. До сегодня у меня было уже плюс 50%, когда индекс РТС опустился. Потом он снова поднялся. Я снова вот до 37%. На каком я месте сейчас? На 47-м месте. Лучший частный инвестор на срочном рынке. Вы можете это легко увидеть. Вот здесь. Только что я был на 22-м месте. Вот вы видите, да? Сейчас я обновлю эти данные. И где я? Уже на 47-м месте. Вот он. Уже на 47-м месте. Вы видите, что я ничуть не вру. Вот. Но 47-е место из 15 тысяч возможных – это тоже вполне себе неплохо. Вот. Вот такая ситуация. Вот. Ну, я, честно говоря, постоянно слежу, конечно, за ситуацией для того, чтобы ограничивать убытки. Я смотрю за новостным фоном. А вдруг американцы договорятся. В Америке биржа, например, открывается в 16.30, поэтому я в 16.30 точно совершенно сижу и наблюдаю. Потому что если они вдруг договорятся, ну, не сладко мне, наверное, придется, потому что индекс РТС может вырасти в случае, если выделят бешеный пакет помощи американскому. Ну, в общем-то, поговаривают, что вряд ли они договорятся. По крайней мере, завтра. И, насколько я понимаю, все будет неплохо. А вы, ну, следите за мной, болейте за меня, держите за меня кулачки. Сейчас лайк. Если хотите научиться торговать так же, курс по опционам для вас по-прежнему ссылка там и вон там. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Продолжение следует...